Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на своем канале. С вами, как всегда, Дмитрий Казаков. И сегодня мы поговорим, какой выбрать матрас для нашего путешествия. А в конце нашего видео вас ожидает сюрприз. Так что смотрите до конца, не выключайтесь. Итак, для многих такой вопрос может показаться неважным, второстепенным. Но, дорогие друзья, давайте задумаемся хотя бы на секундочку. В году 365 дней. Из них человек проводит во сне целых 120 дней. Эта цифра достаточно большая. От того, как вы спите, зависит ваше здоровье и благополучие. То же самое происходит и в путешествии. Как вы отдохнете после дальней дороги, так и пойдет вас следующий день. От этого будет зависеть не только ваше настроение, но и безопасность. И поэтому, для того, чтобы все было нормально, необходимо организовать спальное место. А одним из элементов этого спального места является матрас или та поверхность, на которой вы отдыхаете. Для наших автомобилей, с учетом ограниченного пространства, существует три основных варианта. Это надувной матрас, самонадувающиеся коврики, их представлено в данном случае два варианта. И матрас на основе поролитана или матрас из поролона. Теперь давайте более подробно рассмотрим все эти три варианта. И начнем мы с надувного матраса. Всегда все туристы начинают, наверное, с этого матраса. Почему? Потому что он дешевый. Это первый его плюс. Второй плюс его заключается в том, что он очень компактный в ненакачанном состоянии. Вот на этом я бы, наверное, по отношению к этому матрасу и закончил все плюсы. А вот минусов у него гораздо больше. Первый минус у него заключается в том, что он, как бы вы ни старались, он все равно спускает. К утру вы просыпаетесь на земле. Второй его минус, у него отсутствуют все ортопедические свойства. Третий его минус заключается в том, что он ненадежный. Но при этом к плюсам можно отнести, он дешевый. Это плюс. А минус еще один из основных минусов у него. Есть такой эффект батута. Вы знаете, если ночью резко повернуться, то ваш сосед может просто оказаться на полу. Ну вот. Вторым распространенным вариантом являются самонадувающиеся коврики. Плюсы. Компактный размер в собранном состоянии. Не надо дополнительного оборудования в виде насоса, как для надувного матраса. Относительно долговечные. Также вот этот, допустим, коврик сделан с такого материала, специального водонепроницаемого. И сверху, видите, как у этого коврика, представленного образца, у него такая нескользящая поверхность. Сразу надо заметить, что вот второй экземпляр, представленный сегодня на наше рассмотрение, он как раз имеет вот эту скользкую поверхность. И поэтому, когда вы в спальнике, вы просто в палатке с него скатываетесь. Это его минус. Минусом к этим коврикам можно также добавить один из самых главных минусов. Это, первое, его цена. Цена этих ковриков, допустим, вот этого вот коричневого, 3,5 тысячи за один коврик. Вам их надо две, поэтому цена будет 7 тысяч. Матрас сразу надувной, это примерно 1000 рублей, плюс к нему насос рублей 600-800. Тот второй коврик более узкий, он, по-моему, вообще 48 сантиметров. Если этот 60, то тут 48. Соответственно, недостаточная поверхность ширины. Для взрослого мужчины этого мало. Опыт использования вот этих двух первых вариантов у меня уже есть. И поэтому я решил попробовать третий вариант. Вы, конечно, зададите вопрос, а почему вас не устроили вот эти два первых варианта? Я уже говорил о недостатках каждого из них. И, например, вот, допустим, надувной коврик, мы его брали, когда ездили в автомобильное путешествие в Крым. Нам просто надоело просыпаться каждый раз утром на земле, потому что, что бы мы ни делали, он все равно спускает. Второй вариант. Это самонадувающийся коврик. Отличный вариант. Мы использовали два таких матрасика, когда путешествовали на Дальний Восток. Вы знаете, отличные матрасы, я уже говорил, и компактные, и имеют ортопедические свойства. Но ширина соединенных двух ковриков будет всего 120 сантиметров. А в УАЗ-Патриоте ширина кровати целых 145 сантиметров. Мы планируем следующее наше путешествие, которое будет примерно 20 тысяч километров. И поэтому нам придется в машине ночевать достаточно часто. И да, для нас 25 вот этих сантиметров будут играть роль, потому что наша дочь растет, и она, конечно, требует уже больше свободного пространства. Поэтому мы решили, что мы в этом путешествии будем использовать матрас на основе поролона. Но прежде чем мы продолжим, я бы хотел немного отклониться от темы и сказать одну вещь. Наша концепция по жизни, по путешествию заключается в следующем. Не ныть, не валить на всех, мечтать. Реализовывать свои идеи по возможностям. Путешествовать за недорого. Для того, чтобы сделать матрас из поролона, мне, как всегда, пришлось перелопатить кучу материала. В результате чего я купил лист специального мебельного поролона толщиной 5 сантиметров, шириной 150, длиной 200 и плотностью 30 килограмм на 1 кубический метр. Эти показатели, толщина и плотность являются, дорогие друзья, в данном случае основными. Конечно, поролон можно взять и толщиной, вернее, высотой от 7 до 10 сантиметров и плотностью 25 и выше. Но это будет еще больше воровать наше свободное пространство в багажнике. То есть, когда он стоит в собранном состоянии, вы представляете, да, 10 и 10, 20 сантиметров, это достаточно много. Поэтому высота 5 и плотность 30. Этот лист я разрезал на две части. Ширина получилась 145 сантиметров, а длина одного листа 86, а второго 84. Взял обыкновенный старый пододеяльник и сложил оба эти два листа туда. Со временем я, конечно, сделаю на матраснике с пуговичками, с замочками, но это будет потом. На это потребуется дополнительное время и дополнительные средства. И, кстати, чуть не забыл. Я забыл озвучить цену поролона. Один лист поролона обошелся мне в 1700 рублей. Если сравнивать с двумя предыдущими вариантами, если уж мы говорили о деньгах, о цене, то получается надувной матрас это 1000 рублей, плюс где-то в районе 700 рублей стоит дополнительно насос для того, чтобы накачивать. Здесь, значит, еще вариант с надувными ковриками. Один надувной коврик, самонадувающийся коврик, стоит 3500. Для автомашины, для двоих их нужно два. Соответственно, это 7000 рублей. Поэтому матрас из поролона сегодня даже выигрывает по своей цене. Если вы внимательно смотрели, то, конечно, вы обратили внимание на то, что размеры, длина этих наших матрасиков получилась один 86 сантиметров, другой 84. Почему так? Объясняю. Длина багажника от задней спинки до задней двери 86 сантиметров. Соответственно, наклонка спинки дает еще примерно 2 сантиметра. В результате вышли вот такие размеры 86 и 84. Всего матрас длиной у нас получился 170 сантиметров. А длина спального места в УАЗ-Патриоте выходит где-то все 180-190 сантиметров. Но нас это вполне все устраивает. Вот так спальное место выглядит в УАЗ-Патриоте в собранном состоянии. Вот оно, видите, лежит, ничего не мешает, спинки, все. А вот так у УАЗ-Патриот уже выглядит со своим спальным местом в готовом состоянии. Видите, какая здоровенная кровать. Да, длина у него получается 180 сантиметров до сидения, да, если так замерять. Если спинки сидения отклонить еще, то выйдет и 1,90 метра. Ширина, как вы видите, целых 145 сантиметров. Вы знаете, вот это огромное преимущество УАЗа, за что я его и люблю. Я недавно тут заглядывал в RAV4 2020 года. Отлично разлаживаются сидения, все здорово. Но колесные арки сужают ширину пространства до 1 метра. То есть, конечно, как бы это печально. На том же Nissan Patrol'е то же самое, но там хоть 110, по-моему, сантиметров ширина. А здесь полноценная кровать 145 сантиметров. Вот это УАЗ-Патриот. Сейчас мы залезем на этот матрас. Да, поролон имеет ортопедические свойства. Он действительно прогибается. Плотность подобрана как раз по мне. Я примерно 85-86 килограммов вешаю. Но здорово. Вот здесь мы втроем как бы будем спать. Подушки и все отлично. Сделаны у нас шторки. Сделаны на окна у нас есть специальные москитные сетки. Высота потолка, видите, достаточно нормальная. Можно сесть. Вот видите, я могу сесть, раздеться, переодеться. Ну, это тоже огромный плюс. Другие одноклассники имеют как раз в этом отношении минус. Тот же Land Cruiser Prada имеет потолок гораздо ниже. И поэтому, если вы полку как бы поставите, соответственно, у вас уже будет меньше места, меньше вот этого пространства. А это, друзья мои, это тоже воздух и действительно дополнительное пространство, с которым будет вам более комфортно. Ну, а теперь обещанный сюрприз. Мнение двух автомобильных путешественников по этому вопросу. У нас в гостях в нашем родном Забайкале гость из Рязани Кирилл со своим сыном Данилом. Зрителям Ютуба эти ребята должны быть знакомы по проекту «Вместе далеко». Это где путешествуют с семьей на газели, переделанной под автодом. Недавно Кирилл и его семья вернулись из Японии. Второй наш участник Владимир Виртуозов из Читы. Тоже самое любители путешествий с семьей на внедорожники. В прошлом году они проехали вокруг Байкала и прошли знаменитый 110-й зимник. Ну вот, вопрос, ребята, у меня к вам такой. Какой матрас вы используете в автопутешествиях? Кирилл наш гость, поэтому с него мы и начнем. Ну, слушай, во-первых, рад встретиться, рад познакомиться, рад приехать в этот замечательный регион. Природа у вас просто катастрофически потрясающая. Ну, к матрасам. Опыт матрасов у нас достаточно большой. Когда-то давным-давно мы просто там в машину клали вот эти вот тоненькие туристические коврики. Но спать на них одно неудовольствие. Потом, когда у нас появилась машина чуть побольше, мы кинули надувные туристические коврики. Но вот этот вот процесс, там, открыть, дождаться, пока он надуется, там, развернуть. Потом главное его свернуть. Особенно, когда дождь, да, тебе сворачивать его нужно как-то где-то в машине. В общем, не вариант. Потом мы решили заняться тотальным сиборитством и заказали прям полноценные матрасы, ну, которые вот кладут... Это пружинные? Ну, нет, нет, там, типа, с кокосовой стружкой, что-то такое. Ну, 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 ну. Прям по размеру автомобиля заказали, спали на них. Замечательно. Ну, блин, вот они вот такие вот. И в итоге последний вариант, к которому мы пришли, который мы считаем максимально практичный, максимально удобный, это вот такие матрасики. Ну, соответственно, это просто маленькая часть, маленькая подушка. Внутри обычный мебельный поролон. Причем он бывает абсолютно любой жесткости, то есть можно подобрать себе, бывает любой толщины, то есть можно там хоть вот такой вот сделать. И чехольчик из непромокаемой ткани, ну, опять же, для того, чтобы, мало ли, кто-то с детьми, кто-то предпочитает шампанское в кровати пить, да, там, пролил-то что-то, тряпочкой протер и нормально. Вот такие вот подушечки. Ну, соответственно, ими укладываются и на них спишь. Ну, то есть матрас из поролона. Вы пришли к такому варианту. Да, мебельный поролон. Причем он есть разный, есть какой-то обычный, а есть мебельный. Лучше мебельный, потому что он такой, более плотный. Да, это не в простом хозяйственном магазине. Это плотность, наверное, либо 25-я, либо 30-я плотность. Точно, да. Ну, вот, ясно. Володя, ну, а теперь к тебе вопрос. Ну, у меня опыт не такой большой, конечно, с ковриками. Мы давно путешествуем, и как мы купили самонадувающиеся коврики, так мы их сами и надуваем. То есть мы приезжаем, раскладываем, надуваем коврики и спим на них. В принципе, они... На самонадувающихся ковриках? Они стыкуются друг с другом неплохой теплопроводностью или, наоборот, как это называется? Теплоизоляцией. Теплоизоляцией, да, да, да. Ну, у них есть, да. У них, да, и зимой, в принципе, спать, не сильно холодно. Ну, и все. Других вариантов пока... Не пробовал. Ни надувной матрас не пробовал, ни на основе полиуретановые вот эти коврики, или поролоновые, так называемые. Надувные матрасы мы когда-то, лет, наверное, 10 назад, если не больше, пробовали, в палатках спали. Ну, этот вариант мне вообще не нравится, на них холодно. Холодно, ага. Ну, спасибо вам за то, что вы поделились с нами и с нашими зрителями нашего канала своим опытом. Пожалуйста. Ну вот, друзья мои, мнение экспертов вы слышали. Теперь вам остается только следить за тем, как будет эксплуатироваться наш новый девайс. Так что подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, ставьте лайки. Всем добра и до новых встреч!